Друзья, всем привет! Наверное, многие из нас, кто живет на даче, либо проводит время в мастерской, в гараже, часто сталкиваются с такой проблемой, как отключение электроэнергии. Я, конечно, не исключение, у меня тоже часто отключают энергию и летом, зимой чаще, но иногда нужно закончить начатую работу, а без электричества это никак нельзя сделать. Как раз в этом случае нам поможет бензиновый генератор. Я тоже себе давно очень выбирал генератор, в итоге взял вот такой от компании Enforce, модель называется GL3000, то есть это 3-киловаттный генератор, это и не много, и не мало, то есть такой средничок. Сегодня мы на него сделаем распаковочку, обзорчик, посмотрим комплектацию, ну и, конечно же, затестим, у нас есть множество инструментов, с которым данный генератор будет работать. Поэтому давайте приступим к распаковочке. Так, сразу хотелось бы сказать, что генератор нелёгенький, весит 50 килограмм, смотрите, как запаковано фанера. Так, здесь проложка. Сейчас я всё достану, а потом мы уже более детально на это, на всё посмотрим. Кроме генераторов, в коротке также идёт инструкция, гарантийный талон, два колеса, это две оси для колёс, две вилки, свечной ключ, вороток и ножки. Сейчас я это всё соберу и посмотрим уже генератор в собранном виде. Вот как выглядит генератор в собранном виде. Прикрутил колёса, ну и также прикрутил спереди ножки. Это, в принципе, и всё, что требовалось собрать в данном генераторе. Ну и давайте рассмотрим поближе. На передней панели разместились две розеточки. Первая и вторая. Обе они на 220 вольт, на 16 ампер. Также есть выход на 12 вольт, 8,3 ампера. Здесь у нас находится автоматический выключатель переменного тока. То есть, если он в положении OFF, то наши розеточки не работают. Также здесь клавиша зажигания, включения-выключения и дисплей, который может отображать напряжение, частоту, общее количество часов работы и текущее время. Все настройки делаются при помощи вот этой маленькой клавиши. Ну и также есть крепление для заземления. Сверху у нас располагаются две прорезиненных рукоятки, а также находится бак, горловина и датчик уровня топлива. Для удобной транспортировки есть ещё вот такая ручка. То есть, мы её открываем и уже за неё перекатываем наш генератор. Также здесь находится альтернатор и глушитель. Альтернатор здесь синхронный. Обмотка альтернатора – медь. Также у данного альтернатора есть такая функция, как контроль напряжения АВР для защиты подключаемых приборов от скачков и перепадов сети. Данный альтернатор находится вот на таких резиновых подставках, подушках. Также хотел сказать, при сборке генератора обязательно нужно удалить вот эту резинку. Она идёт как транспортировочная. Далее у нас идёт также глушитель. Смотрите, какая защита, чтобы она не обжечься. Да, она тоже, эта защита нагревается, но всё равно не так сильно. Ну и здесь у нас мотор, клапанная крышка, свеча зажигания. Очень удобно подлазить к свечке. И также здесь находится карбюратор. С другого торца генератора у нас расположен краник топлива. То есть всё выведено наружу, очень удобно. Включение-выключение. Также здесь находится ручной стартер, катушка. И воздушный фильтр. Рядом с воздушным фильтром находится заслонка. Давайте откроем, посмотрим фильтр. Как мы видим, компоновка на генераторе очень удобная. Везде можно подлезть, всё удобно. Свечи, фильтр, масло, бензин. Всё очень удобно. Так, вот как выглядит фильтр. Вот такой поролончик. И здесь, как видим, сделано змейкой. То есть крупный мусор сначала здесь оседает, и уже более мелкий мусор фильтруется вот этим поролончиком. Ну и давайте поговорим про двигатель. Двигатель здесь установлен фирмой Luthian. Четырёхтактный, с воздушным охлаждением. Здесь находится горловин для заливки масла. Также в данном двигателе есть датчик уровня масла. То есть, когда у нас масло ниже уровня, наш двигатель не заведётся. Объём двигателя составляет 208 кубиков, а мощность двигателя 7 лошадиных сил. Представляете? Число оборотов у данного двигателя 3600 оборотов в минуту. Расходует данный двигатель 1,3 литра в час. А ёмкость бака составляет 15 литров. Сам двигатель, как и альтернатор, находится на резиновых подушках. Ну и давайте сейчас я его заправлю бензином. Залью масло и попробуем его завести и что-нибудь к нему подключить. Итак, залил топливо, налил масло. Сейчас попробуем завести. Последовательность будет следующая. Открываем бак, закрываем заслонку. Пару раз дёргаем за ручной стартер. Затем включаем зажигание и пробуем ещё один раз. Должно завестись. Затем приступим. Играет музыка. Итак, первым на испытании у нас будет циркулярная пила. Мощность 1200 ватт. А теперь попробуем, подключим вот такую воздушную пушку. Она у меня на 2000 ватт. Посмотрим, как будет работать. Один киловатт. Два киловатта. Как видим, с пушкой тоже справился на ура. Ну, а теперь попробуем, запустим УШМ. Есть у меня вот такая, правда она на 710 ватт. Мощнее у меня нету. Такая и аккумуляторная. Ну, попробуем, сейчас запустим. Сейчас давайте запитаем нашу мастерскую при помощи вот такого удлинителя. Папа-папа. Вилки были в комплекте. Сделал небольшой удлинитель. Сейчас заведем генератор, одну вилку в генератор, а вторую в розетку в мастерской. Но не забудем перед этим выключить входной автомат в мастерской. Давайте попробуем. Итак, завел генератор. Сейчас выключаю входной автомат. Как видим, свет у нас все погас. Закрываем. Так, теперь давайте одну вилку вставляем в генератор. Так, вторую вилку в розетку в мастерской. Входной автомат мы отключили. Так, ну и теперь включаем генератор. Включили. Как видим, свет горит. Автомат выключен. Давайте сейчас прикроем дверь немножко. Так, прикрыли дверь. Ну и давайте попробуем что-нибудь включим. Сверлилку. Все работает. Так, наждак можно попробовать. Все работает тоже. Выключил. Так, что попробовать? Давайте ленточку попробуем. Все. Ленточка работает. Все нормально. Был небольшой скачок, но потом все нормализовалось. Все нормально. Ну и сейчас попробую спустить воздух с компрессора. Посмотрим, накачать нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, как видим, работает. Компрессор накачал. Свет у нас везде все работает. Все замечательно. Давайте еще попробуем. Свет добавим. Ну, в принципе, свет вообще генератор, свет не боится. Вот такой простенький сегодня получился обзорчик. Сделали распаковку, собрали, завели. Завелся генератор без проблем. Также подключили некоторый инструмент к генератору. Попробовали, поработали. Некоторые скажут, что подключал слишком слабый инструмент. Но, опять же, хотел сказать, если бы у меня были более мощные потребители, я и генератор покупал бы тоже мощнее. Ведь генератор покупается под определенные цели и задачи. Для моих задач этого будет вполне достаточно. Если вы считаете, что я не прав, напишите в комментариях, почему. Также напишите в комментариях, понравился вам данный генератор или нет. Есть ли у вас генератор, какой фирмы, как он себя зарекомендовал. Также поставьте лайк, подпишитесь на канал. Вам тяжело, а мне приятно. На этом будем прощаться. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok